Ну что, Артём, расскажи, как твои дела, чем занимаешься дома? Ну, дома? Чем только дома не занимаюсь. Я в основном сегодня уже отошёл от стресса, от депрессии этой домосической, и сегодня уже начал уборку. Уже перебираю вещи, пошёл в стирку поставил, пошёл поставил посудомойку. Это на какой день? Слушай, ну вот когда я, получается, ну сегодня четверг, вот, считаю, на четвёртый день самоизоляции. Как отразилось на твоей, собственно, работе в развлекательной сфере всё это происходящее? Слушай, на самом деле очень сильно ударил коронавирус по сфере развлечений, по понятным причинам. Все мероприятия, которые были в марте, которые были в апреле, те мероприятия, которые планировались на май даже, они все либо отменились, либо перенеслись они на определённый срок. Поэтому все ждём, когда страна и общий мир выйдет из этой пандемии, и там будет уже видно. Но сейчас уже становится ясно, насколько я понимаю, что выпускные, которые были запланированы на июнь, они из-за всей этой ситуации переносятся на попозже. Опять-таки на неопределённый период. Как ты думаешь, приблизительно, как долго это всё продлится, и, собственно, когда начнут постепенно начинаться мероприятия? Я думаю, что надо смотреть до конца весны. То есть, возможно, к первому июня всё как-то нормализуется. Но а как нормализуются все процессы в головах у людей, пока ещё неизвестно. Мне кажется, одно дело пережить пандемию, пересидеть её дома на самоизоляции, а другое дело – это последствия коронавируса. Ну, сейчас предлагаю для работников различных индустрий, которые попали под удар, перепрофилироваться. Собственно, найти другую профессию, может быть, или заняться чем-то на ближайшее время. Планируешь ли ты это делать? Это, конечно, отличный вариант. Но чтобы перепрофилироваться, я, как понимаю, необходимо ходить учиться. Может, ты не перепрофилируешься, я не знаю, там, в маляранке и сидя дома. Не перепрофилирующий ещё в кого-то. Если профессия касается гуманитарной науки, то это, пожалуйста, можно прямо сейчас. Какое твое мнение по поводу введённых мер помощи предпринимателям, которые были предложены губернатором Мурманской области? Многие ли ощутят на себе эту помощь? Мне вот это вот интересно. Просто как только у нас заходит речь о какой-то помощи, всегда русский человек ищет какой-то подвох. Ведь известно, что российское государство максимально щедрое для своих граждан. И вот пока неизвестно. Я бы хотел верить. Я искренне, я очень надеюсь, что вот так, вот как там нам супер-мега наобещали, так оно всё и произошло. Но будет ли это так? Некий скепсис, он присутствует. Я бы с удовольствием от него избавился. Но боюсь, что этого не будет. Сейчас ещё в таких условиях запущено множество флэш-мобов, домашних, различных мероприятий, которые можно дома поучаствовать. Ты участвуешь в чём-нибудь и планируешь? Сегодня, завтра буду принимать участие в различного рода флэш-мобах, интересных как мурманских, так и российских. Ну а что касается мурманских, то мы тоже присоединяемся к такой поддержке, музыкальной поддержке людей. И я надеюсь, что то, что мы планируем сейчас, на сегодняшний день, у нас к этим выходным всё получится. И на следующей неделе мы тоже планируем прям запустить нечто интересное. Хорошо. Спасибо тебе большое. Спасибо.